Сегодня в России День памяти и скорби. Ровно 75 лет назад немецкие войска напали на СССР. Так началась Великая Отечественная война, которая унесла жизнь около 27 миллионов советских граждан. Две третих из этого числа мирные жители. В ночь субботы на воскресенье началась война. Это было 22 июня 1941. Ежегодно в День памяти и скорби по всей России вспоминают жертв той войны и чтят защитников Отечества. В набережных Челнах мероприятия прошли у Обелиска на Боровецком бульваре около ДК КамАЗа и, конечно же, рядом с Вечным огнем мемориала Родина-Мать. Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо живым. 8 тысяч жизней. Больше половины из тех, что ушли на фронт. Такую цену за победу заплатили набережные Челны. День памяти павшим сегодня в нашем городе будут воздавать до самого позднего вечера. А начались мероприятия в 4 часа утра. Сегодня в 4 часа утра. Без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Страна узнала о начале войны лишь спустя 8 часов, когда счет погибших уже шел на тысячи. Этот страшный день отечественной истории на всю жизнь остался в памяти каждого, кто пережил эту трагедию. Тяжелее всех пришлось тем, кто жил прямо у западных границ страны. Шли самолеты, смотрим. Мы начали бежать. Там кто кого, ничего не знаешь. Там лежат мертвые, там лежат. Первый же день налет и бомба вот прямо вот в комнату. Вот. Мама с братом старшим были. Вот. В этот миг как-то они вышли в коридор и остались живы. Вот. А две женщины и мальчишка погибли были в доме. И далеко не каждый, кто жил в деревнях окрест Набережных Челнов, мог услышать тревожное сообщение по радио. Его попросту тогда тут не было, вспоминают они. Просто в какой-то из дней стало ясно, где-то уже идут бои за родину. В Сармановском районе, деревне Средний Кашир, работал куньяхом. Тогда я слышал, что начальство войны. Мать сказала в общем. В 18 лет было меня. Еще забрали на хрон. До нас, наверное, первый не дошел сигнал. А вот как уже начали брать. Ну, помню, как провожали в деревне. На лошадках брички запрывали и в район отправляли. Со всей страны собирали бойцов для армии. Остальным предстояло трудиться как никогда раньше. Там, в город Комсомольск-Намуре, опоздали. Позже там сообщили. На второй день, по-моему, началась война. Ну, все, в 13 лет, 3 месяца учились, и работа пошла. И тогда никто не знал, что до победы еще 1418 дней войны, голода, гибели и утрат, а также тяжелого труда. Долгий, страшный и трудный путь ради мирного неба над головой для себя и потомков. И сегодня, спустя 75 лет, важно помнить об этом и о тех, кто смог выстоять и освободить Родину, в том числе и ценой своей жизни.